Губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев вручили руководителям 15 муниципалитетов Тверской области ключи от 44 новых автомобилей. Транспорт предназначен для учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы. На мероприятии присутствовала Наталья Чекет. 15 новых машин передали в семейные центры, в 15 муниципальных образований региона. Одна из них отправится в Удомельский семейный центр. На этих автомобилях специалисты будут выезжать в удаленные населенные пункты районов, чтобы на месте оказать необходимую помощь. У нас бывают очень часто и экстренные вызовы, когда нужно, необходимо выехать в семьи с несовершеннолетними детьми. Также малодоступные населенные пункты, в удаленные населенные пункты мы доставляем. Вот сейчас в рамках акции 1 сентября мы доставляем канцелярские принадлежности. Новогодние подарки будем развозить. Также подарочные наборы для семей с новорожденными детьми. Ключи от новых машин вручили губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев. Глава региона отметил, благодаря поддержке президента и федерального правительства за последние 5 лет медицинские, образовательные и социальные учреждения Верхневолжья получили 480 единиц транспорта. Надежная отечественная техника повышенной проходимости, которая оперативно будет оказывать помощь семьям с детьми, а также ребятам для их перемещения на экскурсии, на поездки, на посещение наших спортивных и образовательных мероприятий. Новый транспорт даст возможность повысить качество медицинского обслуживания жителей, которые живут на отдаленных территориях. В свою очередь Владимир Васильев отметил, что сейчас есть все возможности для оказания своевременной помощи людям. Мы сегодня должны делать теми возможностями и тем потенциалом, которые есть, больше, лучше и качественно. К слову, семейные центры региона получили новые машины впервые. Впервые в нашей практике мы получаем эти ключи. Центр работает и днем, и ночью. В плохую погоду, в хорошую. Люди, работающие в этом центре, воистину герои, потому что первый звонок, и они должны выехать, должны приехать туда. 29 автомобилей переданы в службу амбулаторной и палеотивной помощи. Так, в Старицком округе автомобиль предназначен для кабинета врача общей практики в деревне Паньково. Кабинет расположен от центральной районной больницы на расстоянии 25 километров, но зона обслуживания кабинета более 60 километров. То есть, крайняя точка отстоит от больницы на 70 километров. Два автомобиля передали Киморской ЦРБ. Одна из машин будет использоваться для оказания палеотивной помощи пациентам на дому, а другая для обеспечения работы отдаленных подразделений больницы. Все машины повышенной проходимости. Для села, конечно, необходима машина повышенной проходимости, потому что не всегда погодные условия позволяют доехать до отдаленных точек. Поэтому, опять же, получение машин подобного класса благоприятно скажется на доступности оказания медицинской помощи. В завершении мероприятия все машины разъехались по районам, чтобы начать оказывать помощь жителям Верхневолжья. Субтитры создавал DimaTorzok